Индия отправила в Армению первую батарею зенитного ракетного комплекса Акаш, который предназначен для уничтожения аэродинамических целей на дальности до 30 километров. Об этом стало известно благодаря сообщению от Пхарат Электроникс, которая производит этот ЗРК, и заявлению министра обороны страны Раджната Сингха. Официально получатель не объявлен, но учитывая то, что Армения стала первым и пока единственным известным экспортным заказчиком Акаш, других вариантов нет. Соглашение о поставках ЗРК Акаш было подписано в конце 2022 года и предусматривает поставку 15 батарей. Стоимость сделки составила 720 миллионов долларов, то есть по 48 миллионов долларов за один комплекс. А от контрактования до получения первого ЗРК фактически прошло два года. В целом одна батарея Акаш состоит из четырех пусковых, каждая из которых имеет три ракеты, одной РЛС Раджендра с пассивной фазированной антенной решеткой, командного пункта и машин обеспечения. Комплекс может быть установлен на шасси Т-72, БМП-2, на колесной грузовой платформе, которую очевидно и выбрала Армения. РЛС Раджендра имеет инструментальную дальность до 80 километров и работает в диапазоне GH. Она обеспечивает не только обнаружение целей, но и наведение зенитной ракеты. Для этого на первом участке траектории используется радиокомандная система управления. А при приближении к цели – полуактивная радиолокационная за счет головки самонаведения в самой зенитной ракете. Количество целей которой возможно одновременно обстреливать – 4. Зенитная ракета очень сильно похожа на советскую 3М9 от комплекса Куб, с использованием разгонного твердотопливного двигателя и ракетно-примоточного двигателя на твердом топливе. Масса боевой части ракеты – 55 килограммов. И в целом характеристики индийской зенитной ракеты аналогичны 3М9. Сейчас в Индии идет испытание новой ракеты Акаш-НГ, которую начали разрабатывать в 2016 году. Она имеет уже двухимпульсный твердотопливный двигатель, обновленную активную радиолокационную РЛС и расширенную зону действия до 50-60 или 70-80 километров по разным источникам. В то же время Армения в 2022 году могла в лучшем случае заказать только ракеты Акаш-1 с дальностью 25 и модернизированные Акаш-1С с дальностью 30 километров. Продолжение следует...